Если я остался один за этой стойкой, значит в студии уже есть гости. Я рад его представить. Андрей Архангельский, директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Рано на него вносил. Не привыкли так рано вставать? Ну, каждый день рано вставать приходится. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что вы занимаетесь и социальными проектами, и проводите мероприятия для поддержки семьи, оказавшейся в трудных жизненных ситуациях. Вообще, что делаете? В Крыму действует Центр социальных служб, Республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и 25 территориальных центров социальных служб. Специалисты по социальной работе каждый день организовывают помощь семьям с детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях. Андрей Александрович, я знаю, что среди всех ваших инициатив буквально совсем скоро будет поставлено целое масштабное мероприятие под названием «Масленица пришла». Могли бы вы немножко о нем рассказать? С 24 февраля по 1 марта ежегодно по нашей инициативе на всей территории Республики проходит такая акция. Мы организовываем эти мероприятия совместно с неравнодушными людьми, которые хотят помочь тем семьям с детьми, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. Таких семей очень много. Мы живем сегодня в таком государстве, где государственные учреждения для детей-сирот, детские учреждения уже не нуждаются настолько в помощи, как это было раньше. То есть некоторые такие организации даже отказываются от помощи. Но тем не менее, семьи с детьми, многие еще нуждаются в помощи государства. Вот мы пытаемся организовать эту помощь. И как же выглядит эта помощь в рамках этого праздника? В прошлом году удалось организовать помощь более чем 12 тысячам таких семей. То есть Центры социальных служб организовывают сбор от продуктов до бытовой техники. И школьная форма люди приносят, и предметы быта. И индивидуальная помощь оказывается, где-то даже удается ремонт жилья осуществить. От потребностей, да, зависит от потребностей? Да, зависит от потребностей. Потребности разные у людей. Скажите, пожалуйста, как можно присоединиться к акции? Как можно стать участником и помочь тоже, да? Присоединиться можно. У нас на сайте, если вот видно, есть адреса и телефоны всех центров социальных служб. В каждом населенном пункте республики сегодня есть закрепленный специалист по социальной работе, который имеет информацию о таких семьях. Или просто позвонить можно нам на телефон 44 13 43, для того, чтобы связаться, организовать, поучаствовать в той или иной степени в этой акции. Скажите, существует какая-то статистика, сколько семей вот сейчас находится в нужде? В течение прошлого года мы организовывали работу с 2800 семьями, где родители либо злостно уклоняются, либо по тем или иным, по разным причинам, не в состоянии выполнять родительские обязанности в отношении 3400 детей. В целом... Стоит еще детей, да? Ну, там разные ситуации бывают, состояние здоровья родителей, ну, много разного. В целом, семьи, оказавшиеся в кризисных ситуациях, в прошлом году в работе центров было более 29 тысяч таких семей, в которых детей 34 500. Андрей Александрович, к сожалению, время подходит к концу. Очень коротко, буквально двумя предложениями. Я знаю, что это не единственная акция, которую вы организовываете. Перечислите, пожалуйста, еще, как можно в них поучаствовать. У нас в плане работы Министерства образования очень много мероприятий профилактических и благотворительных. Поэтому, ну, марафон добрых дел у нас, это в течение всего года проходит, там целый ряд, семья года, и готовимся к школе. Ну, я предполагаю, что на вашем сайте есть полная информация, и всегда можно... Да, пожалуйста, вот если на сайт обратитесь... Ну, я думаю, такое сложное название сложно будет запомнить. Вы просто смотрите, как можно... КАРЦССДМ.РФ КАРЦССДМ.РФ Как можно забить в браузер, в поисковик, чтобы сразу... Ну, просто КАРЦССДМ.РФ Спасибо большое. Спасибо. И спасибо, что пришли к нам в гости, а я тем временем предлагаю вам перейти к нашей следующей рубрике.